Традиционная триада спортсменка, комсомолка и просто красавица определенным образом подходит к сегодняшней гости программы «Правда 24». На самом деле перечень занятий очень впечатляющих, потому что она и телеведет, она и модель, но я считаю, что ключевой все-таки красавица, потому что это Виктория Лопырева. Привет, привет, дорогой. Причали. Я зашел сразу в твой фейсбук. Ознакавливаешься. Да, да, и ведь еще не сказал, что это девушка с обложки. Виктория Лопырева – это прежде всего девушка с обложки, потому что каждую неделю какие-нибудь обложки. А есть какая-то самая памятная обложка, про которую у тебя, ну, ты считаешь, что это было удачно или приятные воспоминания о работе, или хорошо получилось, хотя плохо ты не можешь получиться? Ты знаешь, для меня обложки журналов – это уже, наверное, что-то такое, ну, понимаешь, повседневное. Рутина, да. Ну, честно говоря, будем честными. Поэтому сложно сказать. Наверное, если говорить из последнего, то с точки зрения такого профессионального момента, это, конечно, это была не обложка, но это был материал в журнале GQ, где нас снимали вместе с моим мужем. И если говорить о самой приятной обложке, то это, конечно, обложка журнала «Окей» с нашей свадьбы. А если мы говорим в целом, то ты знаешь, в свое время, когда мне было 6 лет, это то, с чего я начинала, это была обложка журнала «Новые товары», где я приняла участие в съемке, и так, собственно, началась моя модельная карьера. У нас традиция есть в передаче «Мы пристраиваем кошек приютских». Да, да, вот так. Ребята. Да. Это вот кот Иван, да? Иван. Иван. Кот-кот Иван, и мы найдем хозяина или хозяйку. У тебя нет животных? У меня нет животных только из-за того, что я все время путешествую. А так как мы в ответе за тех, кого приручили, я, к сожалению, не могу себе позволить, то сейчас мое сердце плачет. Это про мужа ты сказала на счет. Потому что, кстати, я помню, у меня была в прошлом году Длугач, главный редактор журнала «Вэддинг» про свадьбы. И она говорила, что мы планировали с Викой что-то там такое, а потом свадьба расстроилась. А, ну да, это такое. И много такого было, много, да, вот что-то расстраивалось. Знаешь, раньше, ну вот так как-то сложилось, что раньше, наверное, я была не готова к каким-то кардинальным изменениям в своей жизни. И меня называли «Сбежавшей невестой», не иначе, как в том самом фильме. Да. И тогда, когда торжество уже было назначено, собственно, на конец сентября, сначала оно не случилось в июне, потом оно не случилось в сентябре. Тогда, да, там... И вот оно случилось, соответственно, когда? В декабре. Я уже забыла. Совершенно случайно, это был сюрприз. Теперь уже мой муж пригласил отдыхать меня, значит, две наши семьи поехали с нами. Это был просто семейный отдых, потому что у футболистов отдых в декабре. Да. На всякий случай, потому что Иван, он вообще не смотрит телевизор и журнал, не читает... Иван, очаровательный! Расскажи Ивану про своего мужа. Все остальные знают, кроме Ивана. Расскажи Ивану, кто твой муж? Вань, представляешь, так случилось, что вышла замуж за футболиста, вообще негаданная, нежданная. Никогда не предполагала, что со мной это случится. Может быть, я была заложницей каких-то стереотипов. И быть женой футболиста, это совсем не то, что я себе представляла. Ну, можно же озвучить имя футболиста для Ивана. Федор Смолов. Да. Вот. И, конечно, я футболом интересовалась давно, так, знаешь, сложилось, я вела программу «Футбольная ночь» на одном из центральных каналов. Но интересовалась очень на расстоянии. То есть я с ребятами общалась, была знакома... Извини, когда ты начала вести программу, все наши общие знакомые говорили, ну, все, Вика выйдет за футболиста. Вот я клянусь тебе, когда я вела программу, а было это несколько лет назад, я, конечно, познакомилась со многими ребятами, но никогда у меня не было никаких, простите, там, романтических взаимоотношений с представителями этого вида спорта. И я не предполагала... Честное, пионерское. Мы сделаем вид севаджеского поеда. Ты же сказал, что... Или комсомольское, ты же меня комсомолкой назвал в самом начале. Да. Поэтому, соответственно, вот так случилось. Ну, наверное, в жизни никогда нельзя ни от чего зарекаться, никогда нельзя говорить «никогда», как бы банально это ни звучало. Соответственно, как только ты говоришь «никогда», как только ты противишься чему-то подсознательно, боишься, тебе раз, и подкидывают такую ситуацию. А ну-ка, посмотри, как ты с ней разберешься. Ну вот, вот так. В Фейсбуке у тебя место локации нынешнее обозначено как Майами Бич. Ты знаешь, честно говоря, это старое место локации. Дело в том, что я год жила в Майами, а это тоже было несколько лет назад. И, честно говоря, я просто забываю зайти и поменять, что это, на самом деле, Москва и Дубай. Это недавно случилось. И меня, ты знаешь, так интересно, я захожу в Фейсбук, и там периодически всплывают вот эти вот плашки «Ваше место учебы», «Место работы» и прочее. И там семейное положение. Я натыкаюсь на семейное положение «Помолвлено». Причем «Помолвлено» не буду говорить, в каком году, но поскольку помолвок-то ни для кого не секрет, у меня было много. И я так «Ммм, помолвлено». Но тем более, что помолвка-то имеется в виду вообще другая. Надо-ка зайти и поменять. И меня раз, и друзья все начинают по новой поздравлять. Я говорю, ребят, спокойно, старая информация, все нормально. Поэтому статус нужно поменять, поскольку сейчас, наверное, основное местоположение – это Москва и Дубай. Так сложилось. А вот в Майами, насколько я знаю, опять же, от очень многих общих знакомых, это такой русский город стал. Вот Лондон русский город. И очень изменилось. Ты что делала в Майами в течение этого времени? Я переехала, и у меня совершенно был такой в течение года отдых от работы, от всего. Я наслаждалась морем, океаном, хорошей погодой. Тогда как раз происходили некие изменения. Я вдруг резко решила худеть, заниматься спортом, поменяла образ жизни. И, в принципе, вот то, что я хотела получить от жизни в Майами, я получила. Но не могу не сказать, что, конечно, вернулся сюда было немного сложно, потому что год, даже когда ты прерываешь, и когда ты возвращаешься, уезжаешь и постоянно мигрируешь, у тебя все равно что-то меняется. Ты становишься более открытым, может быть, в чем-то, более свободный, менее закомплексованный, нежели когда находишься в Москве постоянно. И потом я приехала сюда и так, с такой, знаешь, с такой неделанной майамской улыбкой. Какое-то время, конечно, так было непривычно, но потом не пожалела, потому что снова завертелась работа, поступили какие-то предложения, снова стало интересно. Я такой человек, знаешь, очень активный. И вот несмотря на то, что сейчас я от многого отказываюсь. От чего ты отказываешься? Я отказываюсь от большого количества работы. Работы в том числе, я объясню. Вот, например, декабрь. Ты знаешь, что для нашего брата это самый такой хороший с точки зрения материальной истории месяц. Отпуск у футболистов начинается в начале декабря. И я, честно тебе скажу, переживала, когда я летела, потому что я знала, какие предложения мне приходится, в общем, отклонять. И с каждым годом, сколько я работаю, естественно, и цена за эти корпоративы там, будем честны, растет и прочее. Я так, ну почему нельзя было там, не знаю, отработать все это, а потом уже полететь. Я ни на минуту не пожалела. Потому что когда ты находишься рядом с любимым человеком, это совсем другая история. И знаешь, первую неделю, может быть, я так еще, вот, я пропускаю всю работу, и потом я вообще забыла об этом. Соответственно, график спортивный, он требует определенной, как тебе сказать, корректировки моего графика. Потому что до этого мы пытались сосуществовать, пока мы не были семьей. То есть, ну это очень сложно, сложно строить отношения, когда я сегодня должна быть в Мурманске, завтра в Сочи, послезавтра в Дубае, послезавтра в Стамбуле. А человек просто приехал там, да, у него два выходных, и как-то должно состояться свидание, оно не состоится. То есть так никогда, возможно, мы бы не стали семьей, и мне приходилось чем-то жертвовать, и приходится до сих пор. А вот русскоязычная община в Майами, Бич, там существует формат корпоративов тоже? Я тебе так скажу, так сложилось, что когда я жила в Майами, я к русскоязычной общине практически отношения не имела. Я была, жила очень таким, ну, обособленной, очень закрытой жизнью. На тот момент мне так было комфортно, мне так нравится. А я графически, ты в каком месте жила такой вот закрытой жизнью, где именно в Майами? Это был Ниссани Айлас, где проживают все наши русские общие знакомые и звезды. Это было другое место. Ты шифруешься, что ли, прям, ну, ты место даже обозначишь? Нет, ну, ты хорошо, если ты хорошо знаешь Майами, ты знаешь, где находится гостиница Ситай. И, соответственно, рядом стоит здание, тоже относящееся к Ситаю. Нет, не знаю, я думаю, что когда я был в Майами, там еще просто не было этой гостиницы, да. Это такое центральное место, скажем так. Но, в принципе, там этот дом, он так один стоит обособлено, и там живет совершенно интернациональная публика. То есть, это нет такого, что живут только русские или только американцы. Но я тебе объясню. Здесь дело не в том, что я не хотела с кем-то общаться. И когда я путешествую, либо когда я пытаюсь узнать страну изнутри, для меня очень важно узнать ее глазами человека, который там живет. Мне неинтересно приехать, хотя я это имел в виду. И там поселиться где-то в русском районе, и есть салат оливье из русского магазина. Я не это имею в виду, тебя невозможно не заметить. И вот ты идешь там в Сакс, в Бал-Харбор, допустим. А говоришь, ты был в Майами давно. Нет, в Бал-Харбор тогда еще был. Был, да? Да, и Сакс Физо-Веню там тоже был, в общем-то, очень неплохой, так же, как и Ниман Маркус. Вот ты туда идешь, ну, сто процентов, что ты встречаешь там соотечественников. Даже если ты их не оцифровываешь, тебя-то они... В Бал-Харборе, конечно, да. Знают? Да, ну, во-первых, не надо ходить в Бал-Харбор очень часто. Вот, просто есть другие какие-то места и магазины точно так же. Гораздо более демократичные, скажем так. Глуминг-дейл? Там вообще очень много маленьких магазинов, которые просто надо знать адреса и которые имеют потрясающую подборку с очень профессиональными байерами, которые просто тебя с ног до головы оденут. И ты будешь выглядеть не так, как человек, который оделся в Бал-Харбор. Я знаю. Я в каких-то 90-х годах с Димой Дибровым мы на Ocean Drive увидели Лайзу Миннелли в одном из этих вот бутиков на Ocean Drive, который 10-долларовые туфли примерял. Ну, они были прикольные. Они были такие вот какие-то абсолютно необычные. И понятно, что на Лайзе Миннелли так же, как на Тибель, вещь за 10 долларов, она будет смотреть как за 5 тысяч. Там такие места есть. Я обожаю вот эти магазины. Но русские-то они везде сейчас. Вот мне говорят, что сейчас, в отличие от 90-х, русских очень много. Очень много. Но причем не только в Майами. И ты с ними не общаешься там, не общалась. На тот момент, я тебе говорю, не то, чтобы я не общалась, то есть я ставила как-то принципиальный какой-то блок. Нет, я просто не, ну, совершенно сознательно не шла вот в эту историю. Я говорю, я жила очень закрытой какой-то такой своей жизнью, очень спокойной. Ну, у меня не было потребности. Я очень на тот момент устала от общения, устала от людей. Натусовалась. Устала от тусовок. Да. Честно говоря, да. Хорошо. Вот готов, в это готов поверить. А у тебя сменился круг общения? Ты стала общаться с коллегами своего мужа, с футболистами? Или ты и раньше их всех знала? У тебя вот те же остались? Телефонная книжка. Насколько у тебя в телефоне изменился вот этот набор последних набранных номеров? Честно сказать, учитывая, что я всегда больше дружила с мужчинами, и с мужчинами совершенно разными. То есть у меня с детства дружила с мальчишками, потом подросла, стала дружить с мужчинами. Конечно, статус замужней девушки, замужем за футболиста Федором Смоловым, накладывает отпечаток. То есть количество номеров, во-первых, оно уменьшилось безусловно. Я ограничила свое общение, просто так получилось. И, во-вторых, наверное, это больше стали какие-то наши общения. То есть либо это мои друзья, которые автоматически стали его друзьями тоже. Например? А, слушай, огромное количество. Ну вот, из огромного количества. Ну, у тебя имена с фамилиями, телефонами? Ну, нет, ну, допустим, ну, хотя бы отрасль понять. Это человек из шоу-бизнеса. Это люди совершенно из разных отраслей, потому что у меня никогда такого не было, что я дружу с людьми только из шоу-бизнеса. Ну, ты дружила с людьми просто из бизнеса, так скажешь. Ну, я дружила с разными людьми. Жень, мне интересны творческие люди, мне интересны люди шоу-бизнеса, мне интересны люди искусства, интересны люди спорта. Мне интересны люди. Люди с большой буквы. Человек – это человек, с которым интересно общаться, от которого можно что-то подчеркнуть, и человек, который находится, как тебе сказать, в твоей зоне комфорта, с кем тебе приятно. И совершенно не важно, чем он занимается, совершенно не важен его социальный статус и прочие вещи. И мы как-то обменялись. И теперь у нас есть общие друзья. То есть, да, мы, безусловно, общаемся с ребятами, с какими-то футбольными семьями, даже с теми, с которыми я познакомилась уже после знакомства с Федором. Можно озвучить хотя бы несколько имен? Ты имеешь в виду футбольных? Да. Вот прекрасно Рома и Катя Широковы общаемся. Познакомились мы благодаря Юре и Инне Жирковым. Ну и, соответственно, могу уже три часа... Слушай, эта история, конечно, с ней была потрясающая. Ну, я имею в виду супруг уже. Или ты не в курсе насчет вот этого интервью? Я в курсе этой истории, но, мне кажется, это уже дело давно минувших дней. Я могу тебе одно сказать. Она настолько правильно как-то все сделала, что это дало толчок ее карьере. Насколько я понимаю, сейчас ее медийность возросла, она востребована. Она очень прекрасный человек, на самом деле. Поэтому здесь давать каких-либо оценок я бы не стала. Но это обсуждалось в вашей среде. Ну, это обсуждалось на тот момент везде. Обсуждается в вашей среде, допустим... Ты так говоришь, ваша среда. Вот это меня сразу так... Ваша среда! Я имею в виду футбол элитный и футбольные жены. Ну, то есть, видишь, сейчас у тебя срабатывает стереотип, так же, как у меня когда-то. Ну, конечно. То есть, если замужем за футболистом, то все. Это общение ограничивается только футболистами и их женами, с которыми, кстати, я со многими общаюсь, прекрасные люди. Ну, хорошо. Со своими друзьями, допустим, вы обсуждаете то, что сейчас вокруг меня многие обсуждают. Допустим, что определенные движения политические могут привести, допустим, к частичной изоляции нашей державы и меньше станет возможности ездить куда-то. Или про это вы вообще как бы не думаете? А ты думаешь, это произойдет? Я думаю, что нет. Я уверена, что это не произойдет. Я думаю, что нет, но это обсуждается. Конечно, это обсуждается. Это всем интересно. Это события, которые связаны... Это сейчас, значит, переписывается история, по большому счету. Как можно быть безразличным к таким ситуациям. Можно. Скажи, когда ты последний раз была в Ростове? Я в Ростов летаю каждый год, несколько раз, но это только в теплое время года. Потому что я очень люблю тепло. С чем? Это был день рождения моей мамы. А мама по-прежнему живет? Нет, мама живет в самолете между Ростовом и Москвой, но решили отмечать там, пригласили гостей, артистов. И за городом отметили очень здорово, душевно, потрясающе. Ты знаешь, Ростов в июне для меня это, конечно, лучшее место на земле. Потому что это тепло, это совершенно потрясающие вот эти помидоры, огурцы, вот эта вот еда вкусная такая. Действительно, несмотря на то, что город очень меняется... А там есть табличка, что в этом доме родилась... Нет, не повесили еще. Вот, может быть, власти наши городские-то услышат. Хоть бы какой-то переулок, знаешь. Ну да, а ты хоть с кем-нибудь из своих земляков поддерживаешь отношения? Или у тебя абсолютно... Ну, с Димой Дебровым поддерживаю отношения. Вообще у нас город очень плодовитый с точки зрения каких-то известных, талантливых людей. Ну, как-то даже сидели и прямо, знаешь, что я загибала пальцы, мы перечисляли, кто из Ростова, и так прям гордость, гордость берет. Потому что действительно много интересных, очень талантливых людей. Кирилл Серебренников, смотри. Баста Нагана, он же, да, тоже такой, ну, очень такая одезная фигура, интересная, на мой взгляд. И все новаторы, кстати. Да, такие, первопроходцы. Потому что Дебров, он просто вот в свое время как бы совершил революцию. Сто процентов. Ну, мы-то с Димой вообще знакомы очень давно, потому что они вместе учились с моей мамой. Да? В факультете журналистика. Ну, как ты сейчас Диме так раз такое высчитываю, и вот я. Нет, с огромным уважением отношусь и любовью. Я понимаю, да, конечно, он учился с твоей мамой. Вот, поэтому, конечно, приятно осознавать, что вот, ну, есть такая плеяда известных, талантливых в своей отрасли людей, и быть как-то причастной, ну, хотя бы немножко. Ага. Ну, это, это приятно. Вот ты упомянул стереотипы, я думаю, что самый такой распространенный стереотип в отношении тебя, что вот блондинка. А мне все время блондинки потрясающе умные попадаются. Вот это, это просто какие-то исключения из правил. Вот ты сама какую-то статистику по этому поводу вела, нет? Вот откуда вообще это ввелось, что раз блондинка, она должна быть дура? Вот это откуда вообще? Это имеет под собой какую-то основу вот такую статистическую или нет? Женя, давай честно. С тех пор, как придумали перекись водорода, о какой статистике, в принципе, может идти речь? Сейчас и ты, и Вася тоже могут стать блондинами. Это что-то изменит? Ты знаешь, блондинка – это очень хорошее алиби, потому что у меня миллиард раз задавали этот вопрос. Я говорю, нужно быть достаточно умной, чтобы казаться прелесть какой дурочкой, потому что это в жизни иногда помогает. Слушай, ты… Это хорошее алиби. Ты Ваню переименовала Вася. Я думаю, давай мы его… Он теперь будет Вася, потому что его лаплево называла Вася. Вася, про Нагана, наверное, стали говорить, и я его Васей назвала. Забери, теперь это Вася, то есть теперь мы его будем пристроить как… Вася. А каким образом у вас происходит? Иван Васильевич, ну вот разные люди, у которых есть… А они вам потом пишут. А мы пока с тобой разговаривали, там бегущая строка с телефоном была. Ну вот я очень хочу, потому что я знаю, что у меня… Вот куда, вот туда, да? Ребят, я знаю, что у меня огромное количество поклонников, фанатов, подписчиков, не знаю, друзей в соцсетях. Пожалуйста, если вы смотрите этот эфир, приедите Вася, потому что я бы с удовольствием его взяла себе, но я слишком много летаю и просто не имею возможности о нем заботиться. Спасибо. Еще беру себе обещание пропиарить в Фейсбуке, Вася. Обязательно. Мы сделаем фотку. Я пропиарю Васю везде. Я боюсь, что надо будет еще у какого-нибудь Вася, потому что желающие должны быть. Посмотрим, вот как раз мы и проверим. Помимо котов есть еще одна традиция – игра в правду. Ух ты. Да. Это не больно, как я говорю абсолютно. Здесь фишки четырех цветов. Так. Ты выбираешь фишку и выбираешь карточку этого цвета. На карточке написаны вопросы. Здесь четыре группы вопросов. Выбираешь вопрос и отвечаешь. Три вопроса у нас будет. Хорошо. Так. Я люблю игры. Я люблю футбол. Соответственно, понимаешь, я вообще люблю играть. Хорошо, что про футбол добавила. Сразу скажу, что ты любишь игры. Ну давай. Так, красный. Так, да? Иначе я беру красный. Любую красный, да. И зачитываешь. Так. Вам снился эротический сон с человеком, который на самом деле вас раздражает или вызывает отвращение? Честно отвечаю, нет. Никогда. А вообще эротические сны снятся? Снятся, да. Да. А есть люди, которые вызывают отвращение? Вызывают отвращение люди лживые. Так, как они определяют, что лживые или нет? Жень, Жень, но мне уже не так мало лет. Ну, тебе уже есть 18. Все знают, что... 18 с половиной. Точно есть, потому что ты уже замуж вышла. Я могу тебе сказать, что я в течение своей жизни не сталкивалась и не раз с людьми, которые вызывают не только отвращение, а просто вот смотришь и думаешь, как земля носит. Но носит же как-то. Каждый человек имеет право на существование. Это ощущение, что мы про какие-то общие знакомые сейчас говорим. Вполне возможно, обсудим это после эфира. Давай, второй. Так, белый. Белый – это свободный вопрос. А там ничего не написано, это я сам задаю тебе вопрос. Да, это я не знаю, это сейчас лучше или хуже даже. Прооритически со мной было несложно. Я еще не знаю, потому что я буду импровизировать. Давай. Я хотел бы спросить вот у тебя. Ты достаточно все-таки, как я считаю, долго не выходила замуж? У тебя была высокая планка или ты вот ждала... Ну, вот этого человека. Я тебе так скажу. Для меня я человек очень независимый, свободный. Я привыкла сама решать, что я хочу, что мне надо делать, чего мне делать не надо. Ты привыкла сама зарабатывать, что-то еще не мало. И привыкла сама зарабатывать. И, конечно, ну, согласись, когда женщины в советские времена от мужчины, допустим, зависели по тем или иным моментам, ну, иногда где-то можно было прогнуться, промолчать. Когда женщина сама зарабатывает, она думает, что я буду молчать, собственно, зачем мне будешь говорить, что мне делать. Соответственно, единственная мысль, которая должна была прийти мне в голову, которая меня переключила бы, и она меня переключила. Я могу выйти замуж за человека, за мужчину, только если я хочу от него детей. Хорошо. Я бы задал бы еще один. Я ответила на твой вопрос? Да, еще один вопрос, но лучше ответишь ты, вытащи пешку. Хорошо. Желтая, да. Ну, давай. Притворялась ли я спящим, чтобы не уступать место в транспорте? Нет. Но дело в том, что транспорт, понимаешь, у меня свой уже давно. Не знаю. Поэтому, нет, ты знаешь, а в детстве, когда у меня машины еще не было, я передвигалась на роликовых коньках, поэтому там заснуть никак было нельзя, можно было поплатиться просто разбитым носом. Разбитый нос не пошел бы моей сегодняшней гости, но я думаю, что прилагательное разбитый относится к сердцам, которые Вика очень многим разбила, выйдя замуж. Но мы ее поздравляем и с этим, не с тем, что она сердца разбила, а с тем, что она вышла замуж. Спасибо, дорогой. Да, иди, а не мы, пациент. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok